всем привет друзья с вами макс канал максим лесовский друзья мои хочу вам показать простой рецепт яблочного вина здесь у меня три вида яблок по 5 килограмм в каждом пакете поехал с утра на рынок приобрел яблоки очень ароматные здесь у меня яблочки чемпион чемпион яблочко кисло-сладкое сочное здесь у меня яблоко княжна сочные яблочки вот это вот чемпион прошу прощения это это гала друзья мои вот эти вот это яблочки гала чемпион вот у нас яблочке вот это вот яблочко чемпион тоже яблочко скажем так кисло-сладенькое но тут больше гала больше кислинки а в чемпионе больше сладости Княжна вообще, сладость ну просто зашкаливает Мыть я их не буду, сейчас супруга мне поможет Мы их разрежем, удалим косточки, удалим хвостики, попки удалим И переработаю сок на ранее приобретенную свою электросоковыжималку, друзья мои Все вы увидите, я вам покажу Сколько получу сока, столько будет вина Приступаю к переработке Так, друзья мои, все, приступаю к переработке Часть яблок уже отобрали, косточки, отобрали хвостики Вот такая вот получается у нас Вот такие отходы Подключил, подставил подсок, подставил поджмех Ну что, начинаю, нажимаем кнопочку и вперед Вот видите, оно, когда много собирается жмыха, начинается вибрация на соковыжималке Нужно сбрасывать в емкость Ну вот, жмых у нас отходит Ну такой, друзья мои Такой, знаете, не сильно сухой Ну, сухой оттуда не будет Это не пресс А вот как раз такая консистенция Мне пойдет для самогона в дальнейшем Я хочу вас поставить на жмыхе Поставить самогон Сок, друзья мои Ну тут сейчас пенка Я потом покажу, сколько я получил сока И какой сок, друзья мои Замерю потом сахаристость У меня есть сахаромер А есть третий Замерю на плотность Сколько у нас покажет сахара И посмотрим, будем ли мы вообще потом добавлять сахар в наше будущее вино Все, переработаю Скоро с вами встретимся Друзья мои, хотел сказать вам Соковыжималка просто супер Друзья, просто супер Работает очень тихо Ну не очень тихо Но тихо Она начинает требезжать, когда забивается лоток Но это не проблема Нажал, сбросил Сбрасывает очень легко Жмых я уже отобрал Смотрите Вот это получается 4 литра сока И вот сколько жмыха Ну я потом посмотрим Сколько жмыха Я взвесу потом его За две минуты, друзья мои Вот эта ведерко на 2 литра По-моему 2 литра Тут, да Ведерко на 2 литра Две минуты, коллеги Две минуты Обалдеть Супруга говорит Я не успеваю чистить яблоки Говорит Ты быстрее перекручиваешь носок Все, продолжаю Друзья мои Все, переработал я все яблоки Коллеги, было у меня 15 килограмм Напомню Здесь у меня 5-100 Вместе с ведерочком По весу Грамм 200 на ведерочко Где-то 4-900 И косточки Косточки Вот эти вот Хвостики Тут тоже Грамм 250 Не больше Я их не вважал Но примерно Грамм 200 Ну пускай будет 300 грамм 300 грамм Здесь 5-100 5-400 Минус 200 грамм На ведерочко Вот 5-200 у меня отходов И получается Здесь у нас почти 10 литров сока Здесь у меня получается На 18 литров кастрюлька И у меня чуть больше Пол кастрюльки 10 литров Здесь точно есть Ну я все Этот Смотрите Вот шапка Здесь И вместе с пенкой Пенка есть Пенка небольшая Я имею ввиду Друзья мои Пенка и мякоть Сок у нас вообще Замечательный Сейчас я Возьму сок Померю на сахаристость И дальше с вами продолжим Друзья мои Набрал я в колбочку сок Значит коллеги Попробовал Сок На вкус Обалденный Сладкий Друзья мои Больше сладости Чем кислинки Сладко кислинки Ну сладкий сладкий Сейчас не знаю Сейчас померяем Вот у меня АС 3 От 0 до 25 Сейчас замеряю Сахаристость Не знаю Как получится Пенка даст Нам замерить Или не даст Старался набирать Без пенки Так Что я вам хочу сказать Друзья Сахаристость У нас Ах Пенка наша 15 Сейчас ребята Я определюсь Коллеги Померял Сахаристость 14 По сахару Процентов 14 процентов Сахара В соке Значит Сделаем Так Сейчас Будет у нас Пару дней Стоять Взбраживаться Отделяться Как говорится Мякоть Перерабатываться На мезгу Будем убирать Мезгу Я потом соберу Пущу На самогон Буду делать Яблочный Самогон И потом Буду добавлять Сахара А сахара Будем добавлять Сейчас я вам Расскажу Точно Сколько буду Сахара Добавлять Ребят По поводу Сахара Я потом Подробно Вам расскажу Будем добавлять Несколько Этапов Три Этапа Будет добавление Сахара Сейчас Дня 4 Я буду Мешать 3-4 раза В день Наше Будущее Вино Чтобы Хорошо У нас Отделились Дрожжи Отделился Сок На мезгу Потом Я мезгу Эту всю Переработаю Отделю Вернее И пущу На самогон Как ранее Вам уже Говорил И вот Сколько Сока Чистого Я получу На это Количество Сока Я буду Добавлять Три Тапа Сахара Но Это Все Будет Немножко Позже Сейчас Наша Задача Отделить Взбродивший Сок От Мезги Все Три Четыре Дня И с вами Скоро Встретимся Друзья Коллеги Ну что Прошло Четыре Денька После Того Как я Поставил На Взбраживание Сок Яблочный Для Вина Три Дня Скажем Так Я активно Мешал Раз Пять Шесть Дней Шапка Сейчас На четвертый День Плотненькая Сейчас Аккуратно Ситом Я снимаю Шапку Шапку Я выбрасывать Не буду Я ставлю Сейчас Параллельно Самогоночку Яблочную На том Жмехе Который Был От этих Яблок И туда Добавляю Вбражку Друзья Мои Отобрал Я Шапку Которая Была На поверхности Аккуратно Ситом Снял А теперь Пытаюсь Перецедить Само Сусло Через Несколько Сит У меня Внизу Друшляк Одно Сито И второе Сито Мякоть Конечно Есть Она Никуда Не делась Вот Сок У нас Получился С мякотью Ну ничего Мякоть У меня Не пропадет Пойдет Параллельно Самогоночку Через Два Сито Друзья Отделяется Хорошо Ну а потом При Снятии С осадка Через Время Будем Снимать С осадка Раз Два Это Вся Мякоть Уберется Я Сейчас Попробую По максимуму Еще Отобрать Мякоть Как только Возможно Ребят Не знаю Я пытался Другие Вина Фруктовые Делать Через Варлю Отжимать Это Это Просто Нереально Друзья Мои А Да Коллеги Хотел С вами Еще Поделиться Сегодня В этот же День Снимал Хотел Вернее Снять И Снял С осадка Абрикосовое Вино Я добавлял Там Все По рецепту Делал Три Этапа Добавления Сахара У меня Было Так Как бы Не напрягать Дрожжи Вот Потом Последние Добавления Сахара У меня Добавил И Спустя 28 Дней Я решил Снять С осадка Вино Попробовать Какое Получилось Оно Сухое Или Скажем так Есть Часть Сладости Там Ну Такой Полусладкая В результате Друзья мои Сразу На вкус Не попробовал Потянул Как говорится Забрал Время Немного Своего Все Снял С осадка Аккуратненько Через Тоненькую Шланг А потом Когда попробовал Вино Ребята А оно Все Переходит Уже В уксус Ну Я так Отдаленно Когда Бутыльки Вскрывал Перчатки Медицинской Мне В нос Отдавал Этот аромат Уксуса Ну Я не придал Этому Большого Значения А вот Уже Когда Все Вино Разбавил Попробовал А вино Уже Пошло У нас В уксус Ну Все Вино Пришлось Вылить Ну Опыт Есть Опыт Тоже Плохой Результат Тоже Результат Буду Уже Знать На Будущее Ладно Друзья Мои Продолжаю Все Перецедил Сейчас Вот Это Что У меня Осталось Потом Попробую Еще Раз Перецедить То Что Уже Отцедил Ну И Буду Разливать По Бутылькам Коллеги Дорогие Все Перецедил Я Три Раза Через Друшляк И Два Ситочка Ребят Получил Два Килограмма Мякоти Которая Была У нас В нашем Будущем Вине Значит Получается Смотрите Выход Обалденный У меня Вышел С 15 Килограмм Сахара Я Получил Ой Прошу Прощения Друзья Мои С 15 Килограмм Яблок Я Получил Сразу 10 Литров Сока Да 5 Килограмм Жмыха Я вам Показывал Но В этом Соке Присутствовала Мякоть Так как чисто У нас Не отделился Сок Получился С мякотью Это чтобы Чисто Надо отделить Надо было Через Пресс Отжимать Ну а Пресс Как знаете Стоит Немалых Денег Смотрите Здесь у меня По 2 литра Вина По 2 литра Сусла Здесь Полтора 6 7,5 литра У меня Вышло И 2,5 Получается Килограмма У меня Жмыха 2,2,5 Ну пусть 2 Все Сейчас Моя задача Это я отправляю На самогон Жмых Мякоть Буду добавлять Сахар Я хочу сделать Полусладкое Десертное вино Я буду добавлять На 1 литр Сока Чистого Получается На 1 литр Сока Я буду добавлять 400 грамм Сахара Друзья мои Но Добавлять Сахар Я буду Поэтапно Я сразу Добавлю 200 грамм Сахара На литр Сока А потом Через 5-6 дней Ну так Через 4-6 дней Я добавлю Еще По 200 грамм На литр Сусла Я добавлю Еще сахара И в итоге Получится у меня 400 грамм На 1 литр Нашего Сусла Нашего Будущего Вина Все Ребята Добавил Сахар Сразу же Тут размешаю Отправляю Все На брожение Через 4-5 дней Еще раз повторюсь Добавляю Вторую порцию Сахара И будет себе Бродить дальше Но тут я уже Коллеги Не оставлю Бродить Так как у меня Получилась Ошибка С вином С абрикосы Я буду Сливать С осадка Когда опустятся Перчатки У меня Ну скажем так Через 2 недели Я буду снимать С первого осадка И буду пробовать Вино на вкус И опять Ставить на Дображивание И опять Через там Недельку Две Снимать Еще с осадка Постараюсь Больше такую ошибку Не допустить Итак друзья мои Все Сахарок я добавил Да Немножко я поправлюсь Ребятки Я немножко ошибся По поводу Рецепта Добавления сахара 300 грамм На 1 литр На 1 литр Сока Я буду Добавлять Сахара Но буду Делать поэтапно 3 этапа Я все таки Сделаю Не 2 А 3 Дабы Не напрягать Сильно дрожжи А вы мне подскажете Так как я делаю Это первый раз В жизни Друзья мои Это у меня Год такой Экспериментальный По фруктовым брагам Ну О еще раз повторюсь Одну же брагу провалил В этом году Абрикосовую Ну Ничего не сделаешь Значит так Друзья мои Через 3-4 дня Я добавлю Я сюда добавил 200 грамм сахара Через 3-4 дня Я добавлю Еще 200 грамм сахара И через 3-4 дня Я еще раз добавлю 200 грамм сахара Получается у меня Будет Сколько 600 Да Да Будет 600 600 грамм сахара У меня пойдет От На 2 литра В бутылечке Будет по 300 По 300 грамм В общей сложности На каждый литр Все друзья мои Накрыл Чистые перчаточки Поделал Поделал Дырочки Вот тут я делал Всегда вам показываю Между пальцем Большим И указательным Но это я так делаю Там как захотите Отправляю В темное Теплое место Пусть себе бродит А с вами встретимся Будем встречаться с вами На каждом периоде Я буду рассказывать Что я буду делать дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok